все-таки вот градусы в цельсиях и фаренгейтах я еще пока в цельсиях лучше воспринимают у меня как-то вот мозг как-то не перестроился вот нами я сразу перестроился да и они как-то не зависят от километров это независимо как бы да это не зависит от ощущений внутренних каких-то или внешних а вот температура она зависит от внешних ощущений я немножко ну пока не перестроился ну так вот вот такая вот ситуация о чем мы говорили пока ты объяснал так и сам запутался про градус ну что будем записывать влог привет ребята как бодрость духа мы забрали своего студента и готовы поведать вам интересные истории про учебу Эль Камина колледж студент приветствуй сегодня я получила результаты своего теста они были для меня неожиданно неприятными потому что я не надеялась я в принципе уже там себе приписала и по ним вот но получила я без плюсом потому что потому что я сделала три ошибки и достаточно такие тупые короче три ошибки чисто ложануло да да то что я переживала что я что-то недопоняла в тексте я все правильно сделала по тексту но там где нужно было оставить правильную форму слова в предложение правильное слово и правильную форму я немножко накосячил ребята у нас началась осень сегодня вернее даже со вчерашнего вечера идет дождь ночью даже ливень был и сегодня уже третий раз днем идет дождь и поэтому картинка грустная серая и соответствует только грустное и серое настроение потому что я посчитала свои баллы у меня все равно эйд идет по итогу ну и вообще все девочки рады даже потому что все надели курточки сапожки выгулили так что все нормально вот и недавно я рассказывала ситуацию про мальчика который не очень красиво себя вёл и там моей подружке говорил что он ее зафоткал когда она пользовалась на тесте телефона так вот этот гаденыш другого слова я к нему применить не могу сегодня как ни в чем не бывало он немножко знает несколько срок на русском подходит ко мне типа привет привет я думаю что ты от меня хочешь нехороший ты человек подумала я культурно да он говорит мне вот эта песня русская нравится переведите для меня и у меня честно говоря челюсть об стол ударилась я думаю ну офигеть вот наглость второе счастье никак это сказать да он вообще себя не чувствует неудобно или еще что-то как бы да я ему сказала что говорит типа знаешь у русских есть такая поговорка бог в помощь блин говорю google translate так что вперед на самом деле я бы потратила на это ну полторы две минуты чтобы ну вкратце ему пересказать там эту песню да тем более он ее начал включать и услышал там какой-то бред типа там какой-то парень рэпе каком-то поет о том как кругом какие-то проблемы в общем ну в чем что вот он себя вообще нормально чувствует прийти и просить помощи грубо говоря так пособачились он обидел мою подружку в общем был жесточайше отправлен на свое место в пользоваться в грунт-трансвейк паразит а потом у нас был класс с дорогим учителем грамматики грамматики да сегодня мы разговаривали о стереотипах и в общем после того как мы с ним провели небольшую небольшие дебаты он вычеркнул о том что белые американцы умные но мы писали разные стереотипы о латиносах бреками а черных американцев а белых американцев а азиатах а потом он еще на всякий случай вписал о белорусах писал а вот а сколько белорусов и в общем почему она он сказал что беларусь это по моему северная часть часть европы я ему сказала что я уверена в том что беларусь это географический центр европы ну так говорит лукашенко вы же сдал подождите так google говорит мы уже выяснили уже и google так да google наслушался лукашенко лукашенко заслал своих людей в google я говорю вы знаете что географический центр европы находится в беларуси если я говорю немножко напрягу либо себя либо своего мужа я даже вспомню название этой деревне там же какой-то деревне возле моей бабушки деревне находится причине что любит да он такой грозенький пучин говорит нет 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 но мы привыкли так считать и грудок ну чё вы привыкли грудь и переучиваться да как то вот надо менять свои взгляды наши в общем он будет хорошо тогда я вычеркну что белка американцы умные игры ну как бы говорю придется он зачеркивает это правда мы подходим к обсуждению стереотипов о белорусах так вот он сказал что белорусы все умные настойчивые потом дальше а физических данных что они все брондины кто белорусы да но видать он кроме меня и они рассказал что маленького роста и худенькие ну чё то он конечно он точно писал белорусы а по поводу мы описывали несколько типа стереотипов географический центр европы где расположен он расположен там зайка ты сбиваешь google ну давай давай рассказываешь ну в общем и он сказал что еще очень распространенный но он горит это конечно наверно больше россии водка что много смеются русские людей русские но он потом уже правда сошел и на русских когда мы разговаривали на ротинусах девочка наша которая тоже у нас единственная на весь краз краз ротина да она это самому пора в осадок потому что когда сказали какую больше всего профессиональной деятельностью они занимаются распространенный как бы стереотип да кто-то я не понял кто сказал что драг диллер но потом все конечно типа но на но извините по это просто ну стереотип ну я должен сейчас всех так сказать удивить до украина закарпатская область экскурсия а нет географический центр европы так ладно это мы потом посмотрим но он находится в белок и все в общем долго смеялись было очень весело пока он не сказал что на эту тему мы будем писать оно в следующий вторник это называется таймит сэй когда он грубо говоря мы садимся перед компьютером он щелкает пальцами время пошло и время пошло два с половиной часа он скажет какое количество слов должно быть в этом сочинении вот и все и боять ну и когда он скажет что время стоп не важно дописал ты не дописал ты отправляешь подтверждение короче есть такая кнопка submit то есть значит отправить подтвердить не важно в таком она будет дописана не дописана но ты должен в 430 допустим нажать на этот сад не все чтобы он увидел уже что-то его закончил обычно говоря нажать на кнопку положить ручку на стол обычно он дает на любые работы можно сидеть их и дописывать и дописывать могут есть эти таймит сэй которые по времени вот все но опять же он рассказал что можно приносить с собой хоть свой диван чтоб тебе удобно было писать вот при этом сказал что он скорее всего работать вне этого класса где мы будем писать потому что он хочет закончить большими работами чтобы даже сдали вот это research paper нужно почитать то есть вы будете делать самостоятельную работу но надзирающего за этой работой он сказал что не более всего не будет потому что из его и кто-то смотрит куда-то чем пользуются никто за все разрешает всем пользоваться так что но он просто сказал что у него есть работа что он хочет закончить все работы чтобы на на нашем последний у нас будет последний урок и он предлагает не учиться два с половиной часа а провести вечеринку принести с собой еду и посидеть пообщаться ну это такая традиция расскажу ну обычно да на последний класс все приходят с едой с напитками и уже никто не учится просто что же еда любая еда чипсы сыр кто-то готовит кто-то что-то может готовить кто хочет а ну в основном все покупают что-нибудь редко когда кто-то готовит ну и все так было очень весело то есть осталось сколько уроков провести? на самом деле осталось получается порядка четыре четыре или шесть уроков короче четырнадцатого декабря это последний день семестра вот такие дела и все каникулы ну на самом деле можно каникулы а можно не каникулы можно взять зимнюю сессию ну от зимней сессии отговаривают сами учителя потому что допустим наш учитель по чтению она считает что в зимнюю сессию ты будешь делать то же самое что все остальные студенты делают весеннюю сессию только она практически в два раза короче давай поясним что есть четыре сессии да есть осенний семестр есть зимний весенний и летний летом вообще мало кто учится считает что никто не будет на классе но вот самое тяжелое это зима и лето да потому что они они ту информацию которую ты растягиваешь на 16 недель здесь ты должен сделать за 8 недель это значит что как наша учительница говорит ну наш профессор говорит ты будешь приходить с утра в колледж уходите вечером очень поздно вечером и всю ночь до следующего утра ты будешь писать домашние работы потому что информацию уже не информации домашние задания ты должен сделать все те же что и короче нагрузка в два раза в два раза больше поэтому она не рекомендует а как вот еще раз скажи как говорят если типа час учишься в колледже то сколько часов должен дома типа заниматься чтобы правильно я честно скажу сейчас не могу вспомнить она нам объясняла это несколько раз но у нас же все в общем по моему если класс состоит из четырех юнитов то это значит что тули ну юниты это мы чуть позже объясним что такое про часы там по моему короче на каждый юнит ты дома должен заниматься 8 часов если я не ошибаюсь но я могу у профессора переспросить нет 4 юнита 8 часов 32 часа это что в неделю ты должен дома самостоятельно учиться вот так но я у нее точно но это расскажем об этом учительница обычно начинает напоминать когда кто-нибудь борзеет начинает вот конючить так много домашки или ой опять сочинение и когда она вне в настроении она сразу звереет и начинает объяснять нам про то сколько мы ей должны на самом деле посвящать но звереет она редко обычно она прибывает в хорошем расположении звереет она обычно в таких моментах допустим вот когда выборы прошли они закончились не так как она хотела тогда она на следующий день приходит без настроения по ней можно судить о политической обстановке в стране если она веселая прикарывается со всего и очень хорошо расположена к нам то значит все хорошо с политической обстановкой если же что-то не так то значит что нас ожидает тяжелый день вот такие вот будни у американского студента это был коротенький дождливый коллежский влог рады были поделиться с вами информацией всем хорошего настроения хорошей погоды скоро будет влог конкретно про колледж как поступить чего учить что делать как платить для разных студентов вы были на канале it's my life бай 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 я не поняла саша почему ты без кофты солнечка я рада а почему сашкой без кофты да саша я рада я рада а я рада я рада я рада